ДИАЛОГ ПОЛИТПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ Одна из тем сегодня доставка лекарств в Приднестровье. Границы Украины закрыты. Мы сразу, превентивно, для того, чтобы не дожидаться возникновения проблемы, предупредили молдавских коллег и настоятельно порекомендовали им предпринять все необходимые усилия, для того, чтобы не было никакой блокировки поставок лекарств, которые, вероятно, в самое ближайшее время мы будем уже проводить тендеры и закупать и поставлять пока на текущий момент через молдавскую территорию в силу объективных причин. Мы сразу предупредили, там был на встрече, молдавская страна пригласила представителя профильного агентства своего, и как раз удалось пообщаться со специалистом напрямую, который сказал, что он понимает эту ситуацию и пообещал, что приложат все усилия для того, чтобы не было таких проблем. Говорили на встрече о поставке лекарств в аптеке Дубасар. Там не могут получить необходимые препараты, и Молдова блокирует доставку. Причины административно-бюрократические, говорят в нашем МИДе. Кишинев обещал в ближайшее время решить эти проблемы и открыть возможность для поставки этой категории лекарственных препаратов на территорию Приднестрова, этому указанному учреждению. Это, я считаю, можно записать в актив сегодняшнего общения. Обсудили и заблокированную работу ПРТС, и сам механизм работы нейтральных номеров. Здесь неразрешенной остается ситуация, когда номерные знаки Приднестровья попросту задержали в Молдове. Мой визавил ждет положительного решения, поскольку этим занимаются уже судебные органы, что, на мой взгляд, нонсенс. Потому что если политические представители, выполномоченные, не решают проблемы, то вряд ли судебные органы Приднестрова или Молдова могут их решить. Все понимают, что политико-дипломатические механизмы должны быть приоритетными, иначе просто у нас предмета для диалога не будет конструктивного. Но визавил изъявил такую уверенность, что скоро ответ будет. Сегодня же обсуждали и вопрос землепользования в Дубасарском районе. К сожалению, мне пришлось напомнить, что есть у нас протокольное решение, и господин Серебрян с интересом начал его читать. Вот в этот раз именно по земле, а теперь уже не по автотранспорту. Пункт 5, где четко сказано, что молдавская сторона инициирует процедуры закрытия уголовных дел, которые были заведены на предпринимателей, на представителей органов власти Приднестрова и так далее. Вот эта проблема остается пока открытой, но молдавская сторона вроде бы не понимала, в чем там сложности, какие претензии есть со стороны Приднестрова. Я уверен, что к 10-му числу коллега мой ознакомится детально с материалом и все поймет. Молдове снова нужен тайм-аут. Следующая встреча политпредставителей запланирована на 10 марта. Теперь снова в Тирасполе, в офисе ОБСЕ.